Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы снова готовим гауду. Мы уже готовили классическую традиционную гауду. Мы готовили гауду песто базирон, зеленую гауду с базиликом. Мы готовили голубую гауду с лавандой. Мы готовили гауду с томатами. Очень много рецептов есть на нашем канале. Зная, что среди наших зрителей и среди наших подписчиков огромное количество фермеров, которые имеют своих козочек, мы запускаем целую серию козьих сыров. По большому счету приготовление сычужных козьих сыров не особо отличается от сычужных сыров из коровьего молока. Значительно отличается вкус. И, как вы уже догадались, сегодня мы приготовим козью гауду. Я делал небольшой опрос, и очень многие из зрителей не знают о том, что очень многие сыры, привычные нам, которые мы часто видим на полках сырных магазинов, они готовятся и производителями, готовятся из козьего молока. В том числе, если вы посетите магазин «Сырное королевство», ну вот это у нас в Украине есть такая сеть сырных магазинов, достаточно интересных, которые импортируют известные итальянские, французские и швейцарские сыры, вы на полках обнаружите достаточно большое количество козьих сыров, в том числе козью гауду. Итак, друзья, сыр получится просто потрясающий. Готовим мы сегодня из 10 литров козьего молока. Молоко сейчас пастеризуем, о пастеризации расскажу чуть позже. А готовим мы сегодня на автоматической сыроварне полного цикла нашего с Ларисой производства. В описании ролика вы найдете ссылочки на видеообзоры всех сыроварен, которые мы производим. Сыроварня не зря называется полного цикла, потому что на ней вы можете абсолютно все операции проводить для приготовления сыров. А это пастеризация, закисление молока, нарезка созревания и нарезка сгустков. В базовый комплект сыроварни входит лира. Также вы можете проводить чидеризацию, стуфатуру, приготовление рикотты и брюноста. А еще приготовление варенья, джемов и даже сгущенки. Видео о том, как мы на сыроварне готовили сгущенку, есть на нашем канале. В описании найдете ссылочки на видеообзоры сыроварни, а также ссылочку на наш сайт, на котором можно заказать эту сыроварню с доставкой в любую страну мира. Если у вас еще нет такой чудесной сыроварни, тогда крайне рекомендую готовить любой сыр на водяной бане, а не непосредственно в кастрюле на открытом огне. Это очень важно. Сыр у вас в обычной кастрюле также получится, но его получится меньше и он получится немного другой. Поэтому рекомендую готовить все-таки на водяной бане. В данный момент мы пастеризуем молоко. Домашняя или мягкая пастеризация означает то, что мы молоко нагреваем до 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут, после этого охлаждаем молоко до температуры внесения закваски. В нашем случае с гаудой это 30-31 градус. Все эти операции можно сделать на нашей сыроварне, а если готовите на водяной бане, тогда для охлаждения извлекаете внутреннюю кастрюлю, в которой молоко и помещаете ее в банну с холодной водой для быстрого охлаждения, при этом помешивая. Наша сыроварня оснащена мешалкой, поэтому здесь процесс вымешивания полностью автоматизирован. И, как видите, мешалка сейчас включена для равномерного нагрева молока. На сегодняшний день в планах у нас, помимо козьей гауды, приготовление козьего российского сыра, но это будет такое же издевательство над российским сыром, потому что козьих российских сыров я не встречал в продаже. Также мы хотим приготовить козий аналог пармезана и козий ракфор. Это уже будет не аналог, а настоящий ракфор. Прошу вас, друзья, подумайте и напишите в комментах, какие еще козьи сыры вы хотите увидеть на нашем канале. Помимо молока нам понадобятся еще некоторые ингредиенты. Как обычно, ссылочку на текстовый пошаговый рецепт приготовления гауды найдете в описании ролика. Также смотрите, на канале огромное количество видео, о которых я упомянул касательно гауды. Если вам интересно рецепты гауды базирон, гауды песта, гауды с лавандой, просто в поиске набирайте, потому что будет очень много ссылок, если я ссылки на все гауды буду размещать. Кстати, рецептуры приготовления гауды песта базирон, гауды с лавандой, гауды красной с томатами на нашем канале совершенно уникальные. Мы их привезли из Голландии, полностью разработали, и эти видео появились в YouTube первые на нашем канале. Поэтому, я думаю, они очень интересны. Также на нашем канале есть видео о приготовлении сыра Старый Амстердам. Оно тоже совершенно уникальное. На момент публикации таких видео в YouTube не было, и рецептур в интернете не было. Все эти сыры мы привезли, рецептуры сыров, привезли с голландских небольших сыроварин. Итак, друзья, для приготовления гауды из козьего молока нам понадобится мезофильная, негазообразующая, гомоферментативная закваска. Молокосвертывающий фермент в любой форме. Для приготовления гауды рекомендую использовать животного происхождения сычужный фермент с преобладанием такого фермента, как химозин. То есть обычно сычужный фермент либо 50 на 50 химозин и пипсин, либо преобладает тот или иной фермент. Я рекомендую именно для этого сыра использовать животный фермент с большим содержанием химозина, допустим, 75 на 25. Помимо этого, так как мы пастеризуем молоко, нам понадобится 10% раствор хлористого кальция. О нормах внесения я вам расскажу чуть позже. Ссылочку на интернет-магазин, в котором можно приобрести все ингредиенты для приготовления гауды, а также других сыров, найдете в описании ролика. Также в описании ролика будет промо-код на скидочку от нашего канала. При покупке любого товара в интернет-магазине сырок.com.ua Можете перейти на сайт. Кстати, в интернет-магазине сырок.com.ua продаются готовые наборы для приготовления сыров из 5, 10 и 20 литров молока. Большинство наборов разработано и протестировано нами, поэтому можете смело их покупать и использовать для приготовления сыра. Если вы еще не продвинутый сыровар, который покупает большими количествами закласски ферменты в заводских упаковках. Вы к этому придете, а пока начинающие, можете покупать наборами. Итак, друзья, помимо сыроварни, фермента, закласски и хлористого кальция, нам понадобится лира и нож для нарезки сгустка. Также формы для голландского сыра. Мы используем вот такие вот формы из пищевого полипропилена. Обзоры тоже есть на нашем канале. И также эти формы можно купить на нашем сайте. Они толстостенные, практически вечные. Это профессиональные формы. В частности, это две формы. Одна для бэби-гауды, маленькая на полкило, и вторая на килограмм. Я взял две формы, потому что не знаю, какой будет выход сыра, и это будет подстраховочная. Скорее всего, у нас будет одна гауда, может, еще один бэбик. Также нам понадобится самый главный девайс сыродела. Вот такая вот шумовка, ковшик и, конечно же, крышечка для определения точки флакуляции. Обязательно стерильная. Итак, друзья, мы нагреваем молоко до температуры 65 градусов. Выдерживаем паузу 15 минут. После этого охлаждаем до 30 и возвращаемся к вам. После того, как молоко охлаждено до температуры 31 градус, действуем по стандартной схеме. В первую очередь собираем пенку. Как и все связанное с козьим молоком, пенка здесь тоже значительно более плотная, чем в коровьем. Не прекращая вымешивать молоко, стабилизируем его по кальцию. Норма внесения хлористого кальция в пастеризованное молоко 30-40 мл 10% раствора на 10 л молока. Я вношу 40. После того, как молоко стабилизировано по кальцию, извлекаем мешалку. Она нам пока будет не нужна. Продолжаем поддерживать температуру 30-31 градус. И вносим мизофильную закваску прямого внесения. В первую очередь рассыпаем культуру закваски по поверхности молока. И оставляем регидратироваться на 5 минут. Интенсивными движениями распределяем закваску по всему объему молока. Ключевое слово – хорошо перемешать. И оставляем молоко на созревание на 45 минут. Это с учетом того, что молоко у нас было предварительно. Смотрите, молоко должно быть готовое, сыропригодное. Это значит, что мы используем молоко вчерашней вечерней дойки, которое сразу же после удоя было охлаждено до температуры 10 градусов. И сегодня утром варим из него сыр. Поддерживаем температуру и оставляем на созревание. По окончании процесса созревания вносим молокосвертывающий фермент. Фермент в любой форме охлаждаем в 50 мл пастеризованной воды, охлажденной до комнатной температуры. То есть, если у вас жидкий фермент в каплях, так же его охлаждаем. Вносим фермент и хорошенько перемешиваем. Далее нам надо определить точку флакуляции или точку начала образования сгустка. Вот тут как раз вступает в игру наша простерилизованная кипятком крышечка. Помещаем крышечку на поверхность молока, включаем секундомер. Как видим, у нас крышечка совершенно спокойно вращается. Каждые 5 минут проверяем ее. На вращение я покажу, что будет дальше. Прошло 10 минут и мы имеем вот такой вот эффект. Крышка прилипла к поверхности молока, как на резинке. Ее проворачиваю, она проворачивается назад. Значит, наступила точка флакуляции. Рассчитываем время формирования сгустка, используя мультипликатор 3. 10 минут умножаем на 3, получается 30. На оставшееся число минут, то есть на 20 минут, оставляем сгусток созревать. При этом поддерживаем температуру в пределах 30-31 градус. По окончании рассчитанного срока ферментации приступаем к нарезке сгустка. Нарезку сгустка для козьего молока делаем в 2 этапа. Если мы нарезку из коровьего молока гауды делали в 3 этапа, то сгусток из плотного молока, вот кардинальное отличие работы с козьим и с коровьим молоком. Из козьего молока сгусток всегда значительно плотнее. Поэтому и резать его можно быстрее. Нарезаем сгусток на полосы ножом, введенным вертикально. После того, как нарезали сгусток на полосы, делаем надрезы перпендикулярно первым разрезом, нарезая сгусток на столбцы. У нас должны получиться столбцы размером примерно в сечении чуть меньше сантиметра. Но сильно заморачиваться с размером не надо. Если где-то будет больше сантиметра, ничего страшного. Если совсем меньше сантиметра тоже, это достаточно условный показатель. После того, как мы нарежем сгусток на столбцы, оставим его отдыхать на 5 минут. Как видите, зерно начало отдавать сыворотку и немножко опустилось на дно. Далее режем его по горизонтали. Сгусток очень плотный, поэтому режу вот такими вот резкими движениями. Все, отлично. Сгусток порезан. И оставляю зерно отдыхать еще на 5 минут. Если у вас нету лиры, друзья, то берете, нарезаете его просто ножом, введенным под углом 45 градусов в 4 направлениях. Пока зерно отдыхает, я устанавливаю мешалку. И мне надо подогреть воду. На 10 литров молока мне понадобится примерно 2 литра... На каждые 10 литров молока мне понадобится примерно 2 литра пастеризованной воды. Температурой около 50 градусов. Мы сейчас будем отбирать сыворотку в 2 этапа и после этого вносить горячую воду для того, чтобы провести второй нагрев. Приступаем к первому короткому этапу вымешивания. Длится он 30 минут... Извините, 5 минут. Сейчас я отрегулирую мешалочку, чтобы она провернула у меня зерно. И включу реверс. Вот таким вот образом вымешиваем зерно в течение 5 минут. По окончании первого вымешивания зерно выглядит вот таким вот образом. Еще не полностью сформированное. Останавливаем мешалку и даем зерно осесть на дно в течение 5 минут. Отбираю литр сыворотки. На каждые 10 литров молока, которое мы использовали от начала. Литр сыворотки. Начинаю перемешивание и доливаю литр воды, опять же таки, температурой около 50 градусов. Нам надо поднять температуру зерна до 33. Вымешиваю в течение 5 минут и после этого опять даю отдохнуть в течение 5 минут. Следующим этапом отбираем сыворотку до уровня зерна. Кстати, друзья, сыворотку естественно не выливаем. Из козьей сыворотки можно сварить прекрасную рикотту. Очень ароматную. На чизкейк она не пойдет. А вот для бутербродного сыра с добавлением каких-нибудь пряных трав, паприки или острого перца будет в самый раз. Вот я примерно 3-3,5 литра сыворотки отобрал. Показалось зерно. Теперь нам надо возобновить процесс вымешивания. Включаем мешалочку. Добавляем воду. Не знаю, что мне надо датчик температуры переместить, чтобы он у меня мерил температуру. Добавляем воду до температуры. Сейчас немножко надо мешалке помочь. Не проворачивая это на такое плотное зерно. Сейчас дольем водички и все станет на свои места. Доводим горячей водой до температуры 37 градусов. Далее вымешиваем зерно в течение 20-25 минут. У меня получилось очень маленькое количество сыворотки, поэтому мешалка не справляется. Она не может поднять зерно вверх, потому что вверх поднимать некуда. Придется помогать шумовкой. 25 минут вымешиваем зерно, поддерживая температуру 37 градусов. Заканчиваем процесс вымешивания. И зерно у нас имеет вот такой вот вид. Смотрите, оно округлилось, стало практически все одинаковой формы и стало достаточно плотное. Ждем, пока зерно осядет на дно. После того, как зерно осело, отбираем сыворотку до уровня зерна. Нам предстоит сформировать головку под слоем сыворотки и оставить ее на первый этап самопрессования под слоем сыворотки. Поэтому саму сыворотку далеко не убираем. Процедура достаточно... Ну как, я не могу сказать, что она прям такая сложная, но требует определенной сноровки. Таким вот образом форму надо застелить дренажной тканью. Все это будет вам мешать путаться в руках, но придется привыкать. Еще с учетом того, что сама по себе форма узкая, с широкой формой это всегда все происходит значительно проще. А с узкой формой приходится вот так вот поиграться. Делаем промежуточные уплотнения и расправляем дренажную ткань. Стараемся надолго не вынимать зерно, то есть оно у нас должно быть в тепле. Вот такое вот обязательное условие. После того, как мы наполним формы, как я и предполагал, килограммовой не хватит. После того, как наполним формы, мы вернем сюда назад сыворотку, для того, чтобы она полностью покрывала формы. Подготовим поршенек. Я ее наполню. А может и хватит. Не, не хватит. Точно не хватит литровой формы. Вторая головка будет такая сильно бэби-бэби. Смотрите, наполняю ее с горкой, потому что гауда очень сильно проседает в процессе прессования. А запах какой! Все-таки работать с козьим молоком очень приятно. Практически все зерно. Да, хватает мне килограммовой формы. Вот таким вот образом. Накрываю поршеньком. Сейчас соберу быстренько. Вот это вот можно переставить прямо в кастрюлю, в которой у нас горячая сыворотка. И сюда же сейчас долью сыворотки для того, чтобы собрать остатки зерна. Очень важно, чтобы первые 15 минут форма находилась в теплой сыворотке. Это называется формирование под слоем сыворотки. Это нужно для того, чтобы головка была полностью закрытая. Что, собственно говоря, является одной из таких характеристик сыра гауна. После самопрессования можем приступить к прессованию. В данном случае будем использовать пресс нашей разработки. Ссылочку на видеообзор пресса, а также ссылочку на наш магазин, в котором можно купить пресс, найдете в описании ролика. Очень рекомендую. Штука уникальная. Извлекаем сыр из-под слоя сыворотки. Я сейчас попытаюсь как-то немножко дренажку расправить, но при этом действую очень аккуратно, чтобы не разломить головку. Таким вот образом накрываем поршнем головку раз. И здесь у нас еще маленький бэбик будет. Очень маленький. Ну, иди сюда, бэбик. Здесь точно так же расправляю дренажную ткань. Но это будет, конечно, не головка сыра, а какая-то больше шайба. Он будет у нас тестовая головка такая. Таким вот образом не получится. Таким надо наоборот ставить, потому что пресс его не спрессует. Вот так вот. Помещаем все это дело под пресс. Если у вас еще нету пресса, друзья, тогда можно сверху просто какие-нибудь... Раньше я использовал диски от гантелей. Выставляю нагрузку 4 килограмма. Или 4,5, я сказал? 4,5. 4,5, да. 4,5 килограмма. И прессуем в течение 30 минут. Кстати, если готовите сыр летом, температура прессования тоже важна. Очень важно, чтобы в помещении была температура не выше, чем 22 градуса. Оставляем наши головки формироваться на 30 минут. Через полчаса сделаем первый переворот сыра. Собственно говоря, прессование у нас здесь не длительное. Поэтому у нас переворот всего один. Сейчас посмотрим, что у нас с этой маленькой рагульной головкой получилось. Вообще малютка-малютка. Ну, ничего, будет такая вот головочка. Чик. Сейчас я ее полностью заверну в дренажку. Это эти формы под сетку. Просто из-за такой маленькой головки сетку убрал. Видели вы когда-нибудь такую гауду? Лично я не видел. Но ничего страшного. Какая есть, такая есть. Ланчик. И ту головку, которая у нас настоящая головка гауды. Аккуратненько извлекаем. Снимаем дренажечку. С противоположной стороны надеваем. Конечно, выход у нас получился не очень сыро. Думаю, что осеннее молоко все-таки дает о себе знать. Вот таким вот образом формируем. И под прессование переставлю сразу же поршень пресса чуть пониже. Вот так высоко не нужно. Пресс рассчитан на пирамиду из нескольких форм. Ага, а вот так у меня и не поместится. Не переставлю ниже. Для этого и переставляется он на разные уровни. Помещаем головку. Увеличиваем вес до 7 килограмм. Всем отлично. И прессуем весом 7 килограмм в течение 8-10 часов. А после этого продолжим. На следующее утро сыр отпрессовался. И незамедлительно продолжаем продолжать. Следующая процедура, которая у нас по регламенту, это засолка. Так, здесь наш маленький калич. Такая смешная гауда получилась. Потом ее немножко подровняю. Не очень красивая. И наша головка. Выходи, головка. Вот такая вот. Давайте, друзья, взвесим это дело. Тарируем весы. Где-то около килограмма должно быть, мое мнение, такое. 949 грамм. Отличный выход. Единственное, что жалко, что все не поместил в форму. Ну вот не помещалось оно. Итак, приступаем к засолке. И засаливать козью гауду мы будем из расчета 1 час. Ну вот в среднем 1 час на 100 грамм сыра. Поэтому маленькую головку я буду солить где-то 2 часа. А большую 8 часов. Добавляю концентрированный соляной раствор 20% с добавлением хлористого кальция и уксуса. И помещаю в холодильник. Я взял дежу от миксера для того, чтобы удобнее была небольшая емкость. А можно в кастрюльке засаливать. Да, собственно говоря, во всем чем угодно. Встречаемся через 8 часов. После того, как гауда засолилась, можно приступать к следующему этапу обсушки. Сразу же обсушиваю его бумажным полотенцем. И вот хочу показать... Смотрите, если есть вот такие вот дефекты головки, их лучше сразу перед обсушкой аккуратненько ножичком подрихтовать. А вот эту вот штучку, которая в результате рихтовки остается, ей можно полакомиться. Ну, чтобы головка у нас была красивая. Вот эти вот все... Все эти части снимаем. Помещаем головки. Сейчас и эту точно так же подрихтую. На дренажный коврик в холодильник на обсушку. Обсушка... Головка небольшая. Обсушка займет в районе суток. Результат должен быть следующий. Вот головка так на ощупь, тактильно, тыльной стороной ладони должна быть сухая. Ну, естественно, она будет холодная, но ощущаться как сухая. До встречи через сутки. После того, как наша гауда полностью обсохла, так вот она ощущается прохладной, но сухой, можем приступить к формированию покрытия. Я буду делать это, используя воднополимерное покрытие Парако, от которое и рекомендую. Можно использовать латекс, можно воск, можно использовать пакеты. Пакеты рекомендую в самую последнюю очередь, они мне меньше всего нравятся. Покрывать будем в два слоя. После чего поместим сыр на вызревание в климатическую камеру. Если у вас нет климатической камеры, друзья, в описании ролика найдете ссылочку на наш сайт. Там можно купить оборудование для переделки обычного холодильника, главное, чтобы он был статический, не ноу-фрост, в полноценную климатическую камеру. Также оборудование для профессиональных климатических камер для малых сырных и колбасных хозяйств. На сайте есть раздел «Открытые проекты», в котором можно найти схему сборки устройства и ссылки на запчасти Алиэкспресс, если вы хотите заморочиться и собрать контроллер климатической камеры самостоятельно. Также в описании ролика найдете видеообзоры устройств для контроллеров климатических камер и обзоры по установке контроллеров в холодильник. В общем, все есть в описании, все ссылочки. Переходите, смотрите и, если заинтересует, заказывайте у нас на сайте. Доставляем мы в любую страну мира. Покрытие формируем следующим образом. Смотрите, формируем два слоя. Одну сторону покрываю вот так вот до половины. После этого помещаю его в холодильник. В холодильнике просто быстрее сохнет на обсушку. Покрываю вторую сторону и затем процедуру повторяю. Таким образом мы сформируем правильное покрытие для вызревания гауды. Созревать она у нас будет, так как головка маленькая, два месяца, при температуре 8-10 градусов и относительной влажности 75-80%. Маленькую тоже покрою, но маленькая будет созревать значительно более короткий срок. Я думаю, месяца для нее хватит. Наверное, мы сделаем, если не забудем и не съедим ее, сделаем промежуточную дегустацию. Продегустируем маленькую вот эту вот бэби-бэби гауду через месяц и потом большую еще через месяц. Друзья, срочки отправляются, естественно, покроются. После этого отправляются на созревание. И после этого вы увидите дегустацию. Через два месяца извлекаем нашу гауду из климатической камеры и будем дегустировать. А здесь у нас зреет очень много всего интересного. Во-первых, козьи сыры, которые мы сварили для того, чтобы поделиться с вами рецептурой. Это козий канистрата и мурсия альвина, как раз вымачивается в вине. Помимо этого, козий хамон, который мы также делаем для вас. Украинский мацик и салями милана. Очень скоро уже вы увидите все эти рецептуры в наших видео. А мы, друзья, давайте гауду козью будем зарезать. Первую маленькую гауду мы зарезали через месяц, после того, как поместили ее в климатическую камеру. И сыр мне очень понравился. Он получился очень ароматный. Вообще, козья гауда, я считаю, это круто. Я ее пробовал именно покупную в магазине Сырное Королевство. Она реально очень классная. Получился такой сырочек с потрясающей структурой и очень ароматный. Мне очень понравилась первая гауда. Друзья, по поводу количества. Меня немного смущает количество вот этой гауды, которая у нас получилась. И не знаю, почему так мало. После этого мы варили еще 5 сыров из 20 литров молока. У нас обычно получается где-то 2,800-3 килограмма сыра из 20 литров молока. То есть, видимо, что-то с молоком было не так именно на этой гауде. Потому что у нас получилось тут чуть меньше килограмма, а нормальный выход 1,400-1,500. Ну, именно из козьего. Сделаем нарезочку. Наверное, этот нож не очень подходит для гауды. Не, подходит. Такая замечательная. Ну, во-первых, потрясающий цвет у козьего сыра. Во-вторых, очень классная консистенция. Давайте я вам сейчас покажу крупный план. Вот так вот. Сырок получился мега зачетный. С очень классной консистенцией, пластичный, эластичный и с очень красивой структурой. Фактически, ну, самая настоящая гауда. По вкусу так точно. Давайте будем дегустировать. Но прежде чем приступить к самому вкусному, хочу вас пригласить в нашу группу в фейсбуке, которая называется «О приготовлении домашних сыров, колбас и вкусного домашнего алкоголя». Ссылочка на группу в описании ролика. Группа закрытая. И для того, чтобы стать участником, нужно подать заявку. А став участников нашего более чем пятитысячного сообщества, друзья, вы получаете доступ к коллективному разуму. Вы не только можете делиться своими шедеврами, своими фотографиями и рецептурами своих сыров, колбас и алкоголя, но также и задавать сообществу вопросы. Допустим, варите вы козью гауду, и в процессе варки у вас возникает срочный вопрос. Публикуйте этот вопрос в группе, и коллеги вам всегда с удовольствием отвечают. Также в группе разрешена реклама продуктов, которые вы производите. Совершенно бесплатно, так как группа не коммерческая. Если вы делаете сыр, колбасу или алкоголь на продажу, можете совершенно спокойно публиковать в группе объявления о продаже своих продуктов. А также, друзья, если продаете какое-либо оборудование для приготовления сыров, колбас и домашнего алкоголя. А мы с вами незамедлительно приступим к дегустации козьей гауды, которая очень ароматная. Вообще очень классный сыр, мне нравится. Вот хорошо, что я его сделал в таком бэби формате. Он просто за два месяца шикарно вызрел. Ну и сама по себе. Я все больше и больше, кстати, в козьи сыры влюбляюсь. Давайте приступим. В первую очередь по ароматике. Наверное, это зависит от качества молока. Но у этого сыра вообще нету аромата, ну каких-то там запахов козьего молока. От слова совсем. По вкусу. Это просто фантастика. Сладковато-сливочный сбалансированный вкус. С таким вот классным, приятным, немножко пряным ароматом козьего молока. По-моему, это просто супер. Конечно же, козья гауда это не бутербродный сыр. Этот сыр очень классно будет в составе сырной тарелки. И очень хорошо будет сочетаться с виноградом и с клубникой. Также, мое мнение, очень вкусно будет козью гауду закусывать или кушать вместе с грушей. Вот с такими вот сладкими, сладкими, сочными фруктами. С грушей и с персиком. Помимо этого, ну ни в коем случае не делайте с козьей гаудой пиццу. Потому что это просто кощунство или горячие бутерброды. Это такой хороший, дорогой, классный сыр. Помимо этого, этот сыр очень классно. Вот он такой в меру соленый. Немножко сладковато-сливочный. Мне кажется, он очень классно будет с утренним кофем. Я вообще кофе с сырочками обожаю. А поэтому, дорогие друзья, мы с удовольствием вам представляем рецептуру приготовления козьей гауды. Можете делать строго по нашему видео. И у вас получится такой изумительный сырок. Сырок действительно потрясный. Честное слово, попробуйте. И, кстати, напишите в комментариях. Особенно мне интересно мнение тех, кто первый раз будет варить козий сыр. Потому что мое первое впечатление, ну просто фантастика. Мне очень понравился. Я вот сейчас вот нашел хорошего поставщика козьего молока. Буду с ним плотно сотрудничать. Мы закончим с полутвердыми, твердыми козьими сырами. И перейдем к плесневым козьим сырам. Сделаем козий камамбер, козий бри. Я думаю, даже козий рокфорд. Но это все планы на будущее, друзья. А сейчас не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И оставайтесь с нами. А мы с Ларисой снимаем для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. Всего доброго, пока.